16 апреля 1917 года. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны. Че ты разорался? 16 апреля 1917 года. Дамская дорога. Так, типа не хват... А, мне нужно найти солдат. А почему мне-то ты же командир? Так, факты, читаем. Наступление по Дамской дороге. Генерал Нивель, окрыленный успехами при Гардене, запланировал на весну 1917 года крупномасштабное общее наступление в район реки Эны и Дамской дороги. Германские войска, которые удерживали господствующие позиции на данном направлении, уже около двух лет имели в своем распоряжении тяжелые укрепления и хитроумную сеть подземных сооружений. Наступление, начавшееся 16 апреля, вскоре захлебнулось. Всего за несколько дней боевых действий число убитых составило 200 тысяч. В отдельных подразделениях союзных войск вспыхнули мятежи. Провал этой операции прекрасно иллюстрировал жестокость позиционной войны. Шпионаж. Военные министерства всех стран, участвовавших в Первой мировой, отлично понимали роль информации и дезинформации в войне, и поэтому с самого начала конфликта уделяли большое внимание вопросам секретности и разведывательной работе. Для слежения за маневрами вражеских войск широко применялись воздушные шары, дирижабли и самолеты. В тылу была объявлена настоящая охота на шпионов. Многие государства старались найти способ влияния на оппозиционные партии тех стран, с которыми вели войну. Например, Германия оказывала поддержку ирландским активистам и русским революционерам. Предметов дофига вообще. Так, погоди, ну давай сходим вот сюда. Че тут? Есть кто? Пойдешь? А, иди в смысле. Пойдешь. Вашего разрешения не спрашивали, на самом деле. Вперед давай, иди. О, вещь. Письмо какое-то. Ревет, игра хочет мортира вдали. Ревет, игра хочет мортира вдали. Снаряд оглушительно рвется, и братья костями на землю легли. И стон над полями несется. Но молча живые предсмертью стоят, и знамя их поднято гордо. Не дрогнет наш русский великий солдат, и натиск врага встретит твердо. Интересно. Русский, русское стихотворение. Обалдеть. Так, Эмиль, ну ты давай бы поторапливался. Опять саперная лопатка. Че, одежду-то не дали мужику до сих пор? Всех есть, он даже самая рваная одежда есть, блин. Так, это че, не вещь никакая, нет? Так, он у одного чувака, кстати, динамит, вижу. А он не дает его. Ох ты ж, блин, сейчас опять бомбежка какая-нибудь. Ходи, мне тут ничего забрать не надо. Всех покосило, ты че творишь, мужик? Так, чуваки, вы если со мной не ходите туда, там опасная нафиг. О, ну-ка, кирку можно взять? А че мне за вещь следующая вообще? Какие-то опять документы, блин. О, ну-ка стой, 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 стой. Карточки какие-то. Письмо русского солдата. Любезной супруге Матрёне Васильевне. Во-первых, в строках моего письма уведомляю вас, что я в настоящее время нахожусь, слава Богу, жив и здоров, того и вам желаю Всевышнего Творца. Ещё, Матрёша, я вам кланяюсь всем по низкому поклону. Пожалуйста, насушите сухарей и пришлите фунтов 10. Ради Бога, я вас прошу, пришлите, я бы поел последний раз нашего хлеба. Мы находимся на позиции, через нас летают снаряды, бой идёт. Остаюсь любящий тебя, твой супруг Николай Алексеевич. Такой высококультурный русские люди. Так, а всё мы, да? А, на подъёмник теперь встаём. Твою мать, вот что-то я затупил на самом деле. Главное только, это, Эмилия скосила, а этих никого не скосила. Вперёд. Погоди, а может мне влево надо пробежать? О, дурак. Нет, влево мы не пробежим. Хотя там решётка. Ой, это сетка, её, наверное, сломать можно на самом деле. Для этого кусачки нужны. А кусачек шиш. Отдай мне кусачки погонять. Чё за фигня, чуть не понял я. А, вон иначе, не надо снимать, ты, понятно. Слушай, ты офигел, что ли? Кусачка. А, блин. Короче, ждём, сейчас пока его скосит. Пулемётчик. Капец. Ну и чё ты предлагаешь, что мне там под пулемёт идти? Ух ты. Нифига. Понятно, назад нельзя. Тут вот этот опасный комиссар. Капец. А, его вытащить, на твою мать. Я понял. Что-то из этой серии тоже я туплю. Он живой, оказывается. Да, блин. Во, всё нормально. Погодите, я схожу назад. Блин, он назад меня не пустит. А его можно вырубить? Пф. Вырубить нельзя, и он не пропустит нас туда. Всё понятно. Так. Назад. Сейчас они опять отстреляются. Бегом-бегом-бегом-бегом. Стопай. Бежим. О, а вверх что, нельзя копать, что ли? Погоди, а вниз можно прокопать? Нет, вниз тоже нельзя прокопать. Я просто боюсь, не потерял я там вещь какую-нибудь. Ну, думаю, надеюсь, что нет. Так, ждём пулемёт. Бежим. Фу, еле-еле. Понятен расклад. За светлым забором стоять нельзя, его снесёт. Бежим, 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 бежим. Фу, всё, можно прочитать. Жетон русского солдата. Это чё, мы типа возле России где-то? Бойцы российских батальонов получали шестиугольные жетоны. Русские солдаты, воевавшие на Западном фронте, носили с собой деревянные контейнеры для личных документов, но чаще всего хранили в них спички. Просто что-то всё про русских солдат. Так, бежим. Твою маковку. А, блин, надо делать, как они делают, я понял. Кошмар, сколько раз он где-то, это, релот происходит, бля. Ага, назад-назад-назад-назад, здесь прячемся. Бежим. Мужики, ну прям вы меня спасли в этот раз, честно. О, можно внутрь зайти? Не, нельзя. Ох, чё, не успел, что ли? Нет, успел. Блин, там эти снаряды надо правее немного копать. Так, и мы идемте. У, ёлы-палы. О, там вещи. Вилка, что ли? Консервный нож Лессинг. Консервный нож фирмы Лессинг входил в стандартную экипировку французских солдат вплоть до самого начала Второй мировой войны. Фигаси. Так, нам надо тут обкопаться, что ли. А чё? Чё за ботва? А я не могу вперёд идти, почему? Так там внизу снаряд, блин, я чё, как я сюда? Отвечаю, чё за бред? Чё, подрываться, что ли? Ну, прикинь, а? Чё за ботва? Всё, опять очередной глюк. О, норм. Там, видимо, какая-то невидимая земля, что ли, была. Очуметь. Блин, как близко снаряд. Чуть не подорвались, наверное. Так, надо вытащить мужика. А тут пулеметчики есть? Офигеть. Опять этот мужик. Ты заколебал, слушай. Да японский ты, буха. Ну, и чё, дальше куда? По телам, что ли, лезть? Да ну нафиг. Блин, надо было не в ту сторону бежать. Я уверена, я хрен пройду. А, нет. Надо было с мужиками бежать с ними. О, вот это подбираемое вещество. Да, какой-то перстень. Солдатское кольцо. Самодельное алюминиевое кольцо. Солдаты часто мастерили кольца из старого металла и посылали на родину своим возлюбленным. Ну, видимо, из чего, из чего было. Опа. Валим, валим, валим. Чё, он подрывать был? Да офигеть, блин. Второго бойца из отряда потеряли. Ну, и конечно же, мне нужно сейчас подорвать. Я опять этот пришёл сюда козёл. Нажимай, валим, валим, валим. Сейчас он отстреляется. Подожди, ну чё ты машешь-то там? Всё. Чё там, подкинуться теперь, что ли? О, блин. Фига. Назад-назад, чуваки. Вперёд, вперёд. Очуметь. Так, стой. Надо делать, как они делают. Неправильно всё делают. А я вдупляю. Блин, сейчас этого повалит. Нет, смотри-ка, им пофиг вообще. Так, опять роем тенгер. У-у-у. А нам наверх? А наверх мы не можем. И чё? У-у-у. Опа. Так, снаряд отходил. Офигеть вообще. Да ладно. Офигеть. Ни хрена себе, блин. Так, рыть. Так, опять вниз. Да как так-то? Они, главное, выживают после взрыва. Тебе, блин. Фууууу. побежали и стоп так чё 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 у этого вон труба кстати на рюкзаке так хочу следить а он калин да ну капец немалыми потерями это победы даются так а телегу нам нам толкать о тут что-то какой-то рычаг вот погодя я могу вперед пробежать нет не могу блин я понял косяк бедя стоп едем уже стоп едем стоп там вещь папаха что ли папаха распространенный в российской царской армии головной убор большинство русских солдат сражалось на восточном фронте но с конца 1914 года по просьбе союзников они начали пребывать и на западный первые русские вошли во францию в 1916 году однако после начала революции их приток практически иссяк так берись ждем сейчас пока стоп 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 они синхронно стреляют бежим старт только нет это все потому что майка у него счастливые капец просто на на смерть их управлять чё надо поди вырубить его удар был смертельным наступление обернулась бойни захлебнулась в крови французские пехотные части охватили мятежи операцию пришлось прервать эмиль схваченный с другими мятежниками теперь ждал трибунала мятежниками